Вот скажите мне, ребята, вы тоже ненавидите диджеев так же, как и я? Каждый теперь диджей, да я сам диджей, господи, прости. А еще эти диджейские школы, понимаете, где реально людей учат сводить, при том, что вот эти штуки, они уже давно сами сводят, только кнопку нажми, плей и все. Понимаете, а диджей это настоящий, это не тот человек, который попсовые трычки, понимаешь, соединяет один в другой. Это человек, который занимается музыкой, который с помощью вот этих вот вертушек, а еще всяких драм-машин, синтов и сэмплеров, реально музыкальные произведения создает на танцполе, понимаете? Настоящий диджей. Я таких даже знаю. 30 пластинок лейбла «Микротон» есть у меня в коллекции, а издавал их вот этот человек, его зовут Кур Фидборд. А ходили ли вы, ребята, в 97-м году на рейв, как я, и слушали ли там самого великого компаса Врубеля? Эти люди преподают здесь курс, который они называют слишком скромно, я бы сказал так. «Искусство диджея». А? Звучит. У меня уже был здесь опыт. Это было интересно, потому что я же могу, слава богу, рассказывать уже о том, что со мной произошло. Это мой личный опыт. И с этого я и начал. И оказалось, что это интересно, как тем, кто вообще не понимает про диджейн-то ничего, и даже не понимает, что он хочет играть, как для людей, которые, например, решили повысить свой уровень, как диджахи. Я, конечно, про восприятие больше, потому что есть такая история, что Компас Врубель играет, люди приходят, они еще где-то там в районе гардероба, они уже Компас играют, что ли? То есть они по какому-то этому за стенкой уже это поняли. Хотя в основном чаще всего, не как сейчас, я играю чужие треки. Ну да. И в этом и заключается, что мы в первую очередь здесь учимся слушать музыку, потом выбирать ее, а потом отдавать ее. И нам в этом помогает то, что у нас здесь есть. Вот, например, приборы в данном. Тем более мы сейчас находимся в новой реальности. Это цифровой диджейнг. Он другой. Некоторым может показаться, что он существует для того, чтобы и девушки на синхронизации в бикини, на бале, например, сводили, все умели. А это на самом деле для того, чтобы творческие люди ставили более сложные задачи. Потому что в процессе диджейнга ты сразу делаешь эдиты, композиции новые рождаются. Ты, например, в треке не хватает чего-то, ты добавляешь. И один из ярких примеров, я сегодня, надеюсь, в процессе тоже продемонстрирую. Я вот сейчас на секунду поставлю композицию, которая у меня оцифрованная пластинка. Ну, это некий проект, и девушка поет. Я небольшой кусок поставлю. В оригинале это 132 удара в минуту. И это такая вроде бы ломаная. Поэтому она не то чтобы быстрая вещь. Вот такая. Она сейчас не на родной скорости, на самом деле, конечно. Это плохо. Ну, вот оригинально она вот такая. То есть, это композиция, где девушка поет, и ломаный бит такой, да, и она вот, ну, 132 в оригинале. Вот тут даже видно. Вообще, это винил. Я его оцифровал в свое время, и как бы... А вот... Ну, так, плюс-минус, да, можно понять. А вот эта же композиция, только если бы мы ее проигрывали на 33-й скорости. Это уже поет мужчина. Ну, сейчас все сразу станет понятно. Она намного круче, на самом деле. Не знаю, авторы об этом не догадывались. Она сейчас 97,5. Вот этому мы и будем учить. Или, например, быстро и техно. Ведь тоже, да, можно его сыграть ниже, а еще по тональности убрать. Потому что есть там мастер-темп, это, например, у тебя тональность не меняется, а просто тракционируется. И ты играешь такое медленное техно, но такое мощное, прямо с давлением таким определенным. Поэтому это бесконечно. Вот об этом, в принципе, получается. Что входит, и что потом на выходе. В этом-то и вся фишка нашего курса. То, что мы учим не только диджеев играть музыку, сводить, выстраивать микс, вообще относиться к миксу как к некому такому, скажем, мистическому, эзотерическому звуковому пространству, которое надо уметь правильно выстроить, учиться отношения с публикой и тому подобное. Но в том числе мы будем учить и продакшену. То есть у нас диджей-продюсер. Это такая часто встречающаяся вещь, достаточно очень выгодная тем, что диджей-продюсеру не нужно спрашивать у диджеев поставить трек, чтобы проверить, как публика все-таки среагирует на него. Может быть, как-то, может, что-то нужно будет улучшить и тому подобное. Потому что нужно слушать не только реакцию публики, но и сам звук, который выходит из колонок. Но у нас преподавание будет не только на модулярах или, допустим, на каких-то девайсах SOMO Laboratories, допустим, вот это Pulsar 23, также есть Lyra, есть еще секвенсор SOMOVский. Но и все остальное у нас будет происходить на Абреттон Лайве. Каждый модуль, с ним отношения фактически выстраиваются либо полюбовно, иногда даже сексуально, как бы на всю жизнь. Кто-то, допустим, очень любит мимиофон, лизандар, оптомикс. Я, допустим, фанат оптомикса или батуми. Оптомикс позволяет, это не только микшер, это еще и вещь, которая позволяет управлять огибающими. И звук становится уже с какой-то картинкой. У него появляется определенный оттенок. Он не просто, допустим, если включить напрямую какие-то волны, это будет просто волна. А здесь, получается, она обретает некоторую, скажем так, горную местность. И начинают чем-то напоминать горы. Это сложено из двух осцилляторов из эндорфина. Их можно, в принципе, даже поднять. И они будут звучать уже совершенно немного по-другому. Ну, как я сейчас говорил про горы, фактически это можно сказать, что это звук землетрясения. Но также это хороший бас, который может быть положен в основу технотрека. И вот это вот самое главное, интегрировать все инструменты, использовать его не только, использовать какие-то софтовые вещи, кто-то там тонеры, native instruments, или какие-то еще вещи. В том числе будем учить использовать сторонние инструменты. И в том числе писать техно на основе филдер и конингса. Почему бы и нет? Приловые записи вполне для этого годятся. Там все есть. Из них можно сделать, в принципе, кики, эснеры, хай-хеты, какие угодно дальше, пэды и лиды. То есть, в принципе, все остальные вещи. А вот это вот очень прикольная драм-машина. хороша она тем, что благодаря таким простым простым манипуляциям, которые основаны на таких вот проводочках под названием крокодил, вы можете соединять разные части этого драм-машины и в результате у вас будет получаться какой-то там свой саунд. Очень, кстати, хорошая вещь. В том числе, как ни странно, Пульсар стал очень популярным, в том числе среди зарубежных техно-продюсеров. Можем упомянуть там, допустим, Сёрджона, такой очень старый ветеран техно, который тоже его использует. Ему как раз нравится, что вот эти все вещи можно менять буквально во время лайвов. Ну, допустим, можно сделать, попробовать какую-нибудь, попробовать сделать сбивку. Попробовать сделать сбивку. допустим, что-нибудь отправить. Ну, например, можно что-то отправить, допустим, на ревер, можно что-то отправить на дилей. Волшебный девайс. Я, честно говоря, уже сам почти что к компасу врубелю лично записался, но совесть мне не позволяет. Вы тоже хотите попасть, ведь там же места-то ограничены. Ничего, я как-нибудь там через завсклад, товаровед, во внеурочные занятия, тролли-вали, по ссылке в описании все подробности, где учат настоящих диджеев. Настоящих, а не вот это вот все. Ну, и что? Увидимся на зачете. Продолжение следует...